Уладар села из Мазырского района. Денис и Юлия Веракса – пераможцы республиканского конкурса. Гоноровый титул Уладар села отриманный на святе у Александрии. Как живет семья пераможца и учим сокрыть семейного счастья в материале Марины Васильевой. Застали господа за справой. Денис Веракса только принял главный приз с областного этапа конкурса. Молодые целя уладковали в новом хлеве. Юлия жартует, что сейчас они подобные до героев Простоквашина. Уже есть все девчатые персонажи. Кот, собака и восьзараз бычок. Работы прибавятся, але у этой семьи перетяжкостями не пасуют. На самом деле участвовать в таком конкурсе, как «Властелин села» и защищать честь своей родной деревни, сельсовета, а в нашем случае района и области – это довольно-таки ответственная миссия, задача. Доли секунды не сомневались, что мы сможем это сделать. Мы не боимся никаких испытаний и преград. Можно говорить об этом долго, но даже задавали каверзные вопросы, что мы будем делать с бычком, которого выиграли на области. Мы готовы к открытию чего-то нового. Дианис Юлия родом с Мазыра. Йон – старший офицер управления державной границы. Проходит службу у агрогородку Продок. Яна – слушачая мытни. Зараз – у докретной матпочинку с молодшей Алисой. Але жить у сёй семьёй вырышили у невеликой вёсцы у 7 километрах от районного центра. Пойшёл шостый год их сельского життя. И ни разу про это яны не пошкодовали. У меня цифрой код очень ответственный. Он всегда помогает. Он меняет детям памперсы. То есть мы были на конкурсе. Мужчины не знали, как одеть подгузник даже правильно. А у меня муж в этом плане молодец. Он готовит завтраки. Он без проблем остаётся с детьми на неделю, на две, когда у меня командировка. То есть в этом плане спасибо ему большое за это. Дианис и Юлия завсёды марали об великой сямьи. Выховывают детей на память об своих коронях. Вместо жихарства так само выбрали не выпадкова. Есть у этой сямьи и свой девиз – моцный той род, який своих прудков памятая и бираже. Проживаем в доме, который построил прадед, ветеран Великой Отечественной войны Копора Яков Степанович. Мы сохраняем вот эту историческую память, сохраняем те вещи, которыми пользовались в быту. Возможно, в скором времени мы сделаем небольшой музей, где отразим вот этот быт, ту старину, которую мы хотим передать, в том числе, нашим детям. Молодший Арсений Всеволод за усёды готовые допомагать. Батьки учат детей на властном прикладе. У этой сямьи усё робят разом. И это дозволило обысти остальных конкурсантов. Учим секрет, Дианис отказывая просто. Мы делаем всё вместе. Если нужно, скажем так, забить гвоздь, то Юля, конечно, этого делать не будет, но с этим может справиться. Поэтому и так и дети, как бы, они уже с самого детства знают, что они должны быть помощниками для своих родителей, что помогать и в том числе по участку на городе, сейчас по хозяйству уже, скажем так, глобально. Программа фестиваля у гэтым годзе была насыщанной. Рекордная колькасть майстров и артистов. Амаль – пау тысячи. На сямейных подворках были представлены и регионы России. Сельско-господарший проект будет жить и развиваться надалей, как бы допомагать организаторам знаходить саправдных самородков. Марина Васильева, Александр Чернышевич, Телерадо, компания «Гомель». Марина Васильева, Александр Чернышевич, Телерадо, компания «Гомель».